вот они смотрите уже второй день в горшке мой муж посадил то что я купила в садовом центре я вас брала туда с собой по быстренькому вы знаете меня мужу не понравился мой выбор он считает вот эти некрасивыми а мне они очень нравятся сейчас они конечно должны адаптироваться вот нужно будет убрать старенькие и обожаю вот эти эти такие фиолетовые бархатные здесь хочу показать вам вот тюльпанчики эти цветут сирень красавица яблоня красивая вот эти огурчики я вам показывала и вот посмотрите они у меня протянулись на вторые сутки буду сеять их носить в горшок место у нас так нет посмотрим что получится всем привет еще раз если я уже здоровалась если я это вставлю еще в какое-то видео но я сейчас пассирую лук готовлю суп хотя у меня вот здесь еще борщ есть но муж не хочет есть борщ лук видите у меня еще даже не стал прозрачным а я добавила морковку почему потому что вот она у меня такая крупненькая это была маленькая baby вортул маленькая такая морковочка вообще я с детства не могу вареную морковку и капусту и поэтому суп я морковку всегда и уже там попозже бросаю кусочки да вот чисто для украшения ну вот а сейчас получилось так сейчас накрою на пол минутки крышка чтобы морковка как-то дошла быстрее делаю я эту зажарочку на суп как я уже сказала потому что муж не хочет есть борщ второй день это вот кстати то о чем я говорила голландцы не любят есть одно и то же якобы два дня подряд хотя бутерброды могут есть и на утро и на обед и берут всегда одни и те же продукты ну вот в общем больше буду доедать я а своим мужчинам я сделаю суп и тут у меня появилась такая интересная идея по поводу супа я посмотрела видео танечки из израиля и вспомнила что у меня тоже есть кокосовое молоко и которая стоит невостребованная обычно кокосовое молоко добавляю в тыквенный суп ну вот с осенью у меня осталось тыквенный суп все равно готовлю только осенью ну или зимой когда холодно сейчас нет желания есть стекляный суп также как здесь готовят гороховой густой суп только холода простите постучала забыла ну вот и вот решила воспользоваться таниным рецептом и приготовить своим тоже такой суп с кокосовым молоком это грибной суп вот попробую и придется им есть уже моим мужчинам ну хотя у меня брат в принципе не возмущаются он и борщ мог съесть ну ладно тогда будем экспериментировать сегодня они будут принимать непосредственное участие в моем эксперименте у меня вот такие крупные шампиньоны режу не очень мелко видите такими довольно таких крупными кусочками и сразу же вот вспомнила хотела сказать смотрите у меня шампиньоны вот они не чищеная я убираю только вот смысле вот эту вот шкурочку да вот покажу лучше на этом грибе да вот вот эту шкурку я не убираю а вот моя сестра двоюродная она говорит что она чистит убирает вот эту шкурку ой вот вот так вот убирают я нет я оставляю и никто здесь в голландии не убирают эту шкурку вот если вдруг меня будет смотреть юлия чернявская моя давняя подписчица очень интеллектуально очень интересно собеседница скажем так вот может быть вы мне подскажете правильно я делаю или нет или все же лучше убирать но здесь вот и все повара вот у меня здесь есть знакомый шеф-повар они не чистят так они режут вот просто кусками убирают только грязь землю скажем так и в притон сухой щеткой да ну вот обжарила видите грибы морковка лук мощность сюда добавить немножко водички и оставить водички для того чтобы не она поджаривалась не сушилась дальше потому что сковородка горячая я не буду перекладывать пока а здесь я поставила вот картошечку порезала мелко залила водой поставила вариться вот картошка закипела кипит у меня картошечка тут я бросила пол кубика бульона на травах садовых и вот сейчас я добавлю вот эту свою зажарочку сюда но перед тем как добавить лук морковку и шампиньоны бульону картошки я добавлю туда сначала вот кокосовое молоко я вам говорила наводила тут порядке и так сказать откопала у себя в кладовке вот у меня две коробочки такого кокосового молока танечка использовала кокос крем но у меня молоко крем я видела но я его не покупаю вот я посмотрела что тут по датам короче вот эту использую здесь всего 150 миллилитров но посмотрю может быть под добавлю и другую но я варю немного поэтому буквально там на три тарелочки супа так что я думаю этого хватит ну вот смотрите я в свою эту зажарку добавила немножечко бульона в котором у меня сейчас варится картошка и теперь буду добавлять сюда кокосовое молоко аккуратненько вот так вот кто хочет сделать суп погуще можно было конечно перед тем как добавлять бульон сюда и кокосовое молоко можно было добавить немножечко муки до либо крахмала но я не хочу я вообще стараюсь это очень редко использовать в свою в своей кухне ну вот здесь у меня специи куркума соль немножко перца сейчас я еще добавлю немного чеснока ну и можно добавить вот допустим сельдерей тоже неплохо бы посмотрю что у меня есть сельдерей у меня не оказалось ну вот я добавила еще черный перец молотый немножечко сюда и вот дам этому подружиться до обменяться вкусами ну буквально минуту-две не больше и потом это все добавлю в бульон картошки ну вот у меня здесь кипит бульон с картошкой и вермишелью я добавила вермишели но это для того чтобы сделать мой суп посытнее знаете чтобы не было как у меня когда-то говорил двоюродный брат после того как съел суп он говорит что поел что радио послушал смысле что не чувствуется в желудке да но мне же мужчин нужно кормить поэтому я придумываю как сделать этот суп посытнее то есть в принципе можно было и картошку не добавлять по моему вот у татьяны в рецепте картошки нет но у моих мужчин такой номер не пройдет так что вот добавила вермишель картошечка кипит и сейчас я буду добавлять вот свое вот это вот такую загуститель и собственно гвоздь программы до этого супа добавлять это в кастрюлю картошка уже практически готова ну вот смотрите кипит бульон ну что ну вот суп уже практически готов смотрите я уже добавила сюда чеснок добавила зелень но конечно же его хорошо подавать еще зеленью можно еще порезать чесночка и сухарики добавить вот такой супик получится я сейчас его выключу и дам ему под полуприкрытой крышкой настояться минут десять и затем уже буду звать своих мужчин кушать не бойтесь кокосового молока ну не придает вот этого вкуса вот если в этом баунти идите да и такое этого запаха как вот допустим добавляют парфюмированные всякие там лосьоны нет этого нет ну конечно я думаю вряд ли у кого на карантине найдется кокосовое молоко но вдруг вдруг у вас заваляется где-то там мы же сейчас подчищаем кладовочки да вот выходим редко все подчищаем и если у вас вдруг там где-то завалялась пачечка или коробочка кокосового молока или крема почему нет почему не попробовать собственно идея интересная но даже если не попробуйте сейчас можно просто забыть на заметку себе ада куда-нибудь и при возможности попробовать это приготовить мне сейчас вот нравится на вкус все выключаю прикрою крышечкой пусть немножко постоит а я пока подготовлю сухарики и накрою на стол ну вот такой суп у меня получился смотрите выглядит очень аппетитно здесь сухариков немного потому что у меня там уж не очень любят много сухариков в супе ну вот обед готов иду звать своих мужчин кушать всем кто кушает приятного аппетита